И последний вопрос, то есть должен ли человек в этом случае принести жертвоприношение, то есть во время разбора прошлого вопроса мы что сказали, что хач такого человека является действительным, но вопрос, должен ли он принести в жертву жертвоприношение, то есть должен ли принести в жертву верблюда. При разборе прошлого вопроса мы сказали, что правильное мнение, мнение большинства ученых, что если человек совершил половой акт после первого выхода из Ихрама, то его хач является действительным и указывали на то, что большинство ученых этих говорят, что он должен принести жертвоприношение за это свое запретное деяние. Нам и говорили, что это фетва Ибну Аббаса. Так вот, какие мнения и какой разбор этого вопроса, должен ли он приносить в жертвоприношение или нет. Говорит, целая группа ученых считает, что такой человек должен принести в жертвоприношение кого? Барашка. И это мнение Икрима, а также Рабиа, а также имама Малика, Исхака и Ахмада в одном из ребятов от него. И второе мнение в этом вопросе, также мнение целой группы ученых, то что он должен принести не просто барашка в жертву, но должен принести в жертву верблюда. И это мнение имама Ахмада, имама Ашафия, а также Ханафитов. И это достоверная фетва от Ибн Аббаса в этом вопросе, как это пришло в Ибн Абишейбе. И это мнение Атта Ибн Абирабаха, а также Ашшаби. Вместе с тем, что мы не знаем никакого достоверного довода от пророка, чтобы он заставлял приносить в жертву за это деяние. Нам более правильное мнение в этом вопросе, то мнение, которое основывается на фетву от Ибн Аббаса. Как мы говорили ранее, если в каком-либо вопросе нет контекста, но приходит фетва от сподвижника, более правильно взяться за эту фетву и следовать за ней, и выносить фетву такую же, какую вынес сподвижник. Поэтому правильное мнение в этом вопросе, то что такой человек должен принести в жертву верблюда в искупление за свое деяние. В искупление за свое деяние. И это основывается на фетве от кого? На фетве от Ибн Аббаса. Что касается того, что человек должен принести в жертву барашка, то на это никакого довода нет. Нет на это фетва от сподвижника и нет на это никакого контекста от пророка, салаллаху али-васалям. Поэтому правильное мнение в этом вопросе, что такой человек должен принести в жертву верблюда в искупление за свое деяние. И это основывается на фетве от кого? На фетве от Ибн Аббаса. Что касается того, что человек должен принести в жертву барашка, то на это никакого довода нет. Нет на это фетва от сподвижника и нет на это никакого контекста от пророка, салаллаху али-васалям.